С кем можно разделить удовольствие от собранного урожая и самая горячая дата в календаре, которая лишь пополнила список антирекордов нашей планеты? Мы расскажем, какие природные аномалии в эти секунды сотрясают планету. Еще новости, народные приметы, а также наши рекомендации, лунный календарь, ценные подсказки, как приумножить урожай в июле и августе. И, конечно же, самый подробный прогноз на неделю от тех, для кого погода – профессия. Это плюс-минус знаковые перемены в погоде страны, громкие климатические ЧП по всему миру. Я Ольга Войтенкова, мы начинаем. Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор! Нестандартное начало июльской недели задал район Бобруйска, где вдоль дорог лежал слой снежных осадков. В 11.15 по местному времени начался сильнейший град. Некоторые льдины были размером со спичечный коробок. Урожай побило за 15 минут. Далее холодный фронт сместился в направлении Пинска, сопровождаясь ливнями и грозами. Во вторник он начал обостряться. По западу также прогремели грозы, и температура при этом понизилась до плюс 23, плюс 25. На востоке страны она достигала 27 градусов. Помимо прочего, в ночь со вторника на среду, 24 июля, произошла мощнейшая в этом цикле вспышка на солнце. Выброс корональной массы, который составил 1700 км в секунду. Далее, с наступлением нового дня в западной части страны продолжились грозовые раскаты. На этот раз в белорусскую Венецию превратился город Пинск, где ушли под воду городские улицы. Средние показатели температур вновь понизились на 3 градуса. В центре тепло достигало своего максимума 28, со знаком плюс днем. А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе. С начала новой недели Беларусь попадет в циркуляцию очередного циклона. В понедельник ощутимыми станут порывы ветра. На значительной части территории они будут достигать 18-20 метров в секунду. Ожидаются также интенсивные осадки по северу и западу страны. В тыл циклона пройдет и холод. Так что до среды средняя температура воздуха составит плюс 16, плюс 20 градусов. Понизится и атмосферное давление. Подробный прогноз по стране совсем скоро. А пока к другим заметным метеоновостям. Хотим напомнить, что собранным урожаем с дачного участка можно поделиться не только с соседом. Беларусы могут сдать остатки выращенных культур в столичный зоопарк. Правда, существует один нюанс. Огородная продукция должна быть свежей. Отлично подойдут в качестве угощения любые сезонные овощи и фрукты. Но особенно рады будут видеть зоопарки черешню, вишню, смородину, крыжовни, колычу, сливу, кабачки, облепиху, жимолость, тыквы, яблоки и груши. Имеют спрос у зверей, пернатых и зеленые культуры. Петрушка, укроп, базилик, салат, рукола, кинза, ромэн и крест-салат. Все эти дары будут приниматься в будние дни с 8.00 до 16.00 на служебном входе со стороны улицы Убаревича. Чем удивила природа и какие катаклизмы накрыли мир – наш традиционный обзор. Сильные дожди и прилив в воскресенье вызвали потоп в индийском мегаполисе Мумбаи. Из-за непогоды было нарушено движение транспорта и приостановлены полеты авиасудн. За 12-часовой период в густонаселенном городе на западном побережье страны местами обрушилось 150-200 мм осадков. А прилив достиг почти 4,5 метров. В аэропорту дважды закрывали взлетно-посадочную полосу. 36 рейсов отменили, еще 15 были перенаправлены. В результате схода двух оползней на юге Эфиопии погибли по меньшей мере 157 человек. Однако власти опасаются, что число жертв может оказаться существенно выше. Людей, собравшихся в понедельник утром для оказания помощи в зоне бедствия, накрыл еще один оползень. Поиски возможных выживших продолжаются. По словам главы национального агентства, по реагированию на стихийные бедствия район очень сложный. Есть тела, которые еще предстоит извлечь. К чему далее готовятся западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Воздух в Париже прогреется до 25 градусов днем. Жители Австрии новый день встретят малооблачно, дополнят обстановку также незначительной осадки. Именно поэтому в Вене градус чуть спадет. На этот раз столбик поднимется до плюс 27. Время выходной жители проведут безоблачно, однако продолжат испытывать на прочность температурный показатель. В столице сохранится экстремальная жара с отметкой в 36 градусов днем, как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там отметка термометра поднимется до плюс 37. В Болгарии также солнечно, и на этот раз без погодных контрастов. Плюс 32 в дневные часы. Исключительно ясно будет и в турецкой столице. В Анкаре градус понизится до плюс 29 днем. По-прежнему пополняют список рекордов Афины. Там температура воздуха составит 35 градусов. Перенесемся в Прибалтику в Риге. Жара утихнет, день будет малооблачным, однако дополненным небольшими осадками. Воздух прогреется до 24 градусов. Плюс 25 в Вильнюсе. В столице ясно и небольшие дожди. В Варшаве также не обойдется без осадков. Средний показатель термометра составит 25 градусов. Преимущественно ясно и 31 со знаком плюс в Киеве. В Москве плюс 28. Погода обещает быть преимущественно солнечной. Общую картину в дневное время суток дополняют также дожди. Исторический момент, однако, не со знаком плюс. По данным службы по изменению климата Европейского Союза Коперник, отслеживающего температуру середины 1900-х годов в воскресенье 21 июля, стало самым жарким днем за всю историю планеты. По предварительным данным, в этот день средняя температура на планете составила 17,09 градуса или 62,76 градуса по Фаренгейту. Эксперты утверждают, что полученные температурные записи отражают самый теплый период на планете Земля. По крайней мере, за 100 тысяч лет. К таким выводам им удалось прийти после изучения многотысячелетних климатических данных, полученных из ледяных кернов и даже коралловых рифов. Всему виной по-прежнему загрязнение планеты ископаемым топливом. Пожалуй, это тот самый момент, когда ситуация достигла критической точки. Теперь вся надежда лишь на человека. Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше. 29 июля – Фенагеев день. Считалось, что ко дню Афенагея или Фенагея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян. Во многих районах начинали жать рожь. В этот день обращали внимание на следующие приметы. Если ботва у моркови поникла, это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. Лето же неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. На Афенагены и пташка задумывается. Заря ходит, птичьи перья подбирают, и замечали люди. 30 июля – Марина с Лазарем. На Руси этот день считался временем зорниц, молний безгрома и дождя, которые предвещали пожары и сушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали – сухая молния колит хлеб в цвету, наводит ржу на траву. В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. Считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня. 1 августа – мокринен день. На Руси святую нередко называли, немного искажая имя – мокриной. И не случайно, потому насколько мокрый этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили – мокрина мокра и осень мокра. В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год. Калина мокрину дождью родится рожь. Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов. 2 августа – Ильин день. С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались и утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет. С этого дня люди переставали купаться. Кстати, этот обычай жив и сейчас. Илья Пророк бросил в воду ледишок. С Ильина дня ночь длина, а вода холодна. Дни делались заметно короче. Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок. Подмечали люди и добавляли – с дня Ильина ночь длина. Ну а далее о том, что обещают синоптики белорусам на предстоящей неделе. Вот свежий метеорасклад. Илья Пророк два уволок. Илья Пророк два уволок. Илья Пророк два уволок. Илья Пророк два уволок. И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. С 28 по 29 июля займитесь посевом культур, которые еще успеют вырасти до холодов. К ним относятся лук на зелень, дайкон, редис, огурцы. Речь только о ранних сортах и гибридах. При посеве учитывайте севообороты и соседство растений. Например, не стоит сеять дайкон на месте, где рос редис. С комнатных растений пересадите драцену, фикусы, хвойные. Собирайте урожай зимого чеснока, выкапывайте луковицы, подвязывайте их пучками для досушивания. В общем, занимайтесь уходом за растениями, но будьте осторожны с корневой системой. 30 и 31 июля неблагоприятные дни для посева. Сейчас следует срочно провести обработку от морковной мухи, поскольку этот вредитель может нанести серьезный вред вашему урожаю, вызывая повреждения корнеплодов и снижая их качество и количество. Для этого можете использовать инсектициды или готовую защиту. 1 августа подойдет для посадки газонной травы, обрезки малины, ежевики и укоренения усов земляники. Это прекрасный день для обрезки многолетних цветов, например, роз. Рекомендуем также проредить загущенные посадки в ягоднике. Можно себе позволить и заняться выращиванием поздних огурцов, которые будут дозревать осенью в тепличных условиях. Что касается 2 и 3 августа, эти дни идеально подойдут для общих и санитарных работ. Убывающая луна в этот период не позволит насладиться изобилием урожая. Поэтому запланированный посев, посадку или пересадку зеленых культур разумнее будет отложить до лучших времен. Всем богатых урожаев, позитивных эмоций, хорошей погоды. Следите за самыми интересными и актуальными новостями и получайте заряд теплого летнего настроения ежедневно в программе «Новое утро» на телеканале РТР Беларусь. На сегодня все. С вами была я, Ольга Войтенкова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин